привет сегодня пишу рискованное видео рискованные потому что тема которую я хочу сегодня затронуть она в среде парф маньяков у богачей считается постыны и ну не скажу табуированный но в любом случае как будто бы мы этого не делаем как будто бы это что-то преступное и как будто бы это нас дискредитирует почему я решила пересмотреть свое отношение к подделкам условно да то есть это понятно что во всех карточках товаров если говорить про покупки свой адрес это как подделка не заявлено это заявлено как аромат по мотивам и соответственно понятно что люди ищут это как заменитель как дешевый аналог а находят вот что-то в большей или меньшей степени похоже на оригинал у меня сегодня в подборке только те ароматы которым я пользуюсь у меня есть много других вариантов которые я просто не использую либо ними не подошли либо они были куплены как попытка заменить оригинал который например часами не подходит по стойкости и не оправдали моих ожиданий так или иначе сегодня только то что у меня реально в обороте и в использовании и кстати кое-что по моему у меня есть и в оригинале тоже они для сегодня про мегамара не буду говорить но чтобы не рекламировать бренд я даже не знаю чего его рекламировать то есть понятно что это бесплатные видео тут мне никто не башлял и продавцы свой близ которые занимаются вот где больше всего покупаю фейков но это как фейки тоже то есть надо определиться с терминологией фейк или это я к этому отношусь не так то есть фейк это что-то плохое фейк фейк это какое-то пиратство но например как можно назвать фейком шейк это не фейк это шейк господи это же слоган который нужно продавать давайте начнем с конца с ароматов которые не мои фавориты и поэтому я не хочу их иметь в оригинале хотя я знаю оригинал но они не стоят для меня таких денег я имею ввиду то есть не настолько что никак попец как надо в случае с например с бореда бланш мне не нравится особо этот запах но я знаю что я пару раз в год летом утром я захочу пшикнуться и у меня вот такой вот совершенно случайный свой борис масляный бореда бланш который я могу посоветовать вот что я поскольку я сейчас не могу сказать где именно я это купил не помню вам где-то в краснодаре кому-то краснодарском магазине ориентируйтесь на отзывы в отзывах обычно встречается человек который слышал оригинал и знает как он звучит ну баряда бланш мы все знаем как звучит в общем проблем нет никаких пойти и послушайте его где-то нибудь в гоше это тоже не реклама если что в ритуале кому я в общем-то нужна да как как реклама как носитель рекламы в массы поэтому поверьте здесь меня нет никакого корыстного интереса того чтобы рекламировать какие-то фейки просто мне кажется что чисто по-человечески это бывает полезная информация ну и просто хочу поделиться и поболтать так вот байреда бланш это не тот аромат как например для меня и инфлоренсенс и что там чулы просто чулы по называется из меня ароматы в принципе нравятся но так что покупать да и даже в распиве не хочу убрать но взять за 300 за 400 за 500 рублей вот такой фанфурик но раз в год пшикнуться тем более что если я знаю что он очень похож на оригинал очень сильно и скажем если оригинальный байреда бланш я считаю что своей сухой пудровостью может нет нет да и придушить то вот это масло но она сидит на коже хорошо и долго меня все устраивает дальше про таких же ароматов которые про такие же ароматы которыми я не испытываю особенной страсти но они для меня реально лучше чем оригинал это фейки масляные аналоги масляные аналоги на джо малон конечно вот сэйшен си солд black rain бэй это классика которая должна быть гардеробе просто чтобы имелось но джо малон настолько чудовищно нестойкий что ну скажем на на вот сэйшен си солд мне очень нравится аромат но я не хочу его иметь в оригинале я знаю что это будет не стоить своих денег потому что огромный расход и ты в ярость от того что весь палился и чё другое дело вот это маслице это по моему еще был бренд космолеп сейчас его нет сейчас он переименован сплэшбокс на уайлберис по моему но я не берусь вот так у такого бренда уже не существует еще кстати что в брошу не так много продавцов на валберис которые продают масляные аналоги ниши не так много поэтому если вы найдете скорее всего примерно то же что у меня потому что в основном люди продают для вебели и в общем всевозможные оперы со спира и табака ванили ну короче на такую мрачную нишу желающих не очень много короче оба мои джо малона в масле очень хороши очень похожи на оригинал очень сильно что у женщин сессу прекраснейшие обожаю этот аромат очень спокойный прекрасная морская соль очень очень комфортно и мягкая круглая чистенькая никакого шалфея особенно я здесь не слышу хотя он заявлен в названии но в целом это очень комфортный телесный мягкий круглый светлый аромат и джо малон в оригинале вот сэджин сессу не стойкий в масле офигенный то же самое black brain bay это не мой любимый джо малон и также не стойкий как все джо малоны поскольку это колонии здесь это по моему заявленная концентрация парфюм я не помню ну так или иначе это масло оно само по себе сидит сидит дольше что такое black brain bay я не скажу как поклонник лаврового листа в парфюмерии что здесь я слышу лаврушку для меня лаврушка все-таки это другое это скорее ну то же самое шестое по самуаш или пачули абсолютно форда где есть вот этот вот пронзительный суповой тон травы зл ну злой нет такой серьезный мужественный здесь если есть лавруха она какая-то очень такая как будто нежный зеленый листочек распустился то же самое blackberry и никакие ягоды я в парфюме не люблю ни ягоды ни фрукты никакие никогда и не люблю гурманику такого типа но здесь в целом это такой аромат очень как же это объяснить в нем есть приятная горчинка в нем есть приятная сухость и сам по себе black brain bay joe malone это конечно классика то есть это конечно же аромат который существует миллион лет и он заслуженно любим если вы его знаете также недовольны стойкостью это в масле легко можно найти его очень сильно не задорого хотя если честно в пересчете на миллилитр ну не скажу это прям совсем копейки они все равно стоит рублей по 500 а здесь по моему пятерка дали десяточку то есть это не как мне прямо капец как дешево дешевая разливнуха и в стойкости это прям пропасть между тем что есть масло и что есть оригинал дальше мои любимки я даже думаю как же их распределить чтобы по нарастающей моих чувств к ним давайте-ка вот так вот начнем с новичка я еще не успела к нему привязаться это улин спайс который относят нас к как в дип армии улин спайс я не знаю оригинал вообще надо наверное сделать такую оговорку что давайте-ка отменим вот эту вот апелляцию каждый раз к оригиналу и что вот знаем оригинала похож не похож в целом эти ароматы имеет смысл расценивать самостоятельно даже если они просто очень далеко от оригиналов это неважно они сами по себе являются для меня ценностью особенно вот оставшиеся пять улин спайс шикну не мазну короче если вы знаете оригинал я почитала естественно комментарии везде где только могла на оригинал чтобы понять насколько это близко вообще что за проблема пойти понюхать его в сумме я не знаю но я пока не могу добраться даже для того чтобы познать мальевскую night она сегодня тоже будет но вот этот улин спайс это слушайте это такая копчина древесина конина кожина угли офигенно мрачный горелый дымный зверь с каким-то таким сладковатым классным дном который несъедобное но она делает этот аромат и человеченым и он вот это вот сладости это телесность она как раз из очень злого один спайс который я так думаю по своей идее где-то в районе орто париз да красный троне тоннеры хотела сказать бобофот в духе троне скорее всего здесь вот эта неистовая копченость смолы горелый дым и кислинка уже отгоревшего дерева при этом это пахнет чем-то живым тоже очень крутая вещь и вот эти вот деревянные крышечки просто хотя безобразный розовый пульф внутри но это я так вот прикрываете понение мы этого не видим этого нет очень стойкий не жалею ни на секунду что купила послушаю оригинал при возможности и даже если он хорош вот это я думаю что вряд ли будет о флаконе на в оригинале потому что это достаточно хорошо для того чтобы остаться именно в такой форме очень нишево очень серьезно и хотелось бы от кого-нибудь конечно этот шлейф услышать чтобы волочиться за ним так и дальше вот моя любовь это tom ford lavender extreme опять же я это усиленно удаляюсь от того что похоже на оригинал не похож на оригинал оригинал великолепен это просто тоже развал да это для любителей лаванды да это если вы можете умеете носить шершавую сухую лаванду но сила лавандер extreme в том что здесь вот эта сухая лаванда вернее не lavender extreme сила вот этой вот штуки да вот все мы значит оригинал не имеем ввиду в том что здесь это лаванда сидит на классной мягкой к такой скругленной не гурманской но в каком-то смысле гурманской базы в том смысле что это очень приятно и это очень близко и знакомой и родной ты не пахнешь булкой ты не пахнешь к синнабоном мороженым не дай бог миндальем какие какими печенюшками нет вот так с крышки нюхаешь из первых пшиков это очень сухая лаванда взрывная лаванда но она очень быстро усаживается в круглые комфортное звучание с лавандовым конечно же таким призвуком очень ощутимым но основное звучание это все-таки сладкие это бобы тонка это ваниль какая-то но это все под лавандой он очень чистый он очень свежий в нем много воздуха несмотря на то что он такой сухой обожаю единственное что его стойкость утомляет и если он попадает на ткань ну как бы это приговор это надо только отстирывать но я взяла себе полтинник или это все-таки стошка не нашли . а полтинник вот после следующей будет рецепта у меня все есть и полтинник и тридцатки его хватит мне я думаю хотя уже сносила при том что у меня еще есть пятерочка люблю отличный вариант лаванда с ванилью но все но лаванда не страшно и ваниль не мерзкая что касается колям от если вы знаете оригинал колям от он называется обычно калимат у нас но на самом деле калимат от арабиан уд в целом марку арабиан уд я люблю и воспеваю потому что она аутентичная на мой взгляд и калимат тоже сделан достаточно не европейский хотя те отзывы которые я читала на оригинал и особенно слепых затестах на духах рф я помню девочки его считали как очень friendly вишневенькую миленькую амбру то что есть в масляном варианте колям от я обожаю потому что здесь примешана очень большая доза то ли это такой мускус суровый то ли это какая-то кожанность но вот это вишнево-черешневая тема как будто бы милая и беззлобная кокетливой и сладкой и в общем ничего не предвещающее кальянная какая-то история она сидит на серьезнейшей анималике я была поражена качеством этого масла стойкости шлейф то что мне нужно потому что это не очень громко я могу нанести три пшика на шею и я не умру и наверное даже полдня на мне это будет держаться что для меня уже очень сильно хорошо я часто его пшикаю просто на руку у меня есть свой способ как я нашу аромат у меня есть основной аромат который я ношу например утром и во второй половине дня и потом 3 который нашу вечером потому что кожа очень сильно все это всасывать не хватает трех ароматов как основные в течение дня но и на ночь еще отдельная история и при этом если я вдруг соскучивать я могу пшик на тыльную сторону ладони если я что-то делаю если я куда-то иду это этот аромат никогда не слышал слышно вот тот который здесь основной но если соскучить я всегда поднесу и блаженство так вчера я например носила основной что по моему основной носил 14 опус а на левой руке у меня был куражен блю а на правой руке малинарда малинар я умирала от красоты всего то есть это подмахнешь одно вот так вот другой вот так вот третье и ты целыми днями купаешься в разных ароматах никакой из них тебя не атакует без запроса я не люблю когда аромат не лезет в нос когда его не приглашали мне важно чтобы меня всегда была возможность свежего воздуха без информации поэтому я сюда редко очень что-то наношу если только летом на улицу когда ты знаешь что все время тебя будет обдувать так в основном то что-то сзади чтобы у меня только при повороте шлифила я могла всегда избежать контакта с этим запахом вот и на кисти тоже единственный минус если ты сидишь и работаешь руками или в телефоне то это близко и тогда будет с кистей аромат тоже сильно атаковать это может быть перебор но колям сидит если здесь или здесь он шлифит но как-то не убивает он не утомительный мне очень нравится если бы не было здесь зверя он был бы реально в духе лос черри такой то есть когда прямо ну вот варенье вот вишня там вот понюхайте вишневый аромат я такое не люблю здесь мне интересно только анималика которая как раз сидит за вот этой вот ширмой до такой кругленький миленький на самом деле он совсем не миленький меда я здесь не слышу мне очень нравится мускус и очень нравится животина под таким сладко миндальной ягодным прикрытием укрытием вы теперь две моих любовь и именно именно сегодня те ароматы которые я ношу и которые я очень люблю давайте начнем со второй часть со второго места я давно про это говорила по моему в телеге у себя в бабе с телегой обожаю этот шайк поняла его не сразу это шайк номер 493 он как будто бы зафарк сердцов я знаю зафарк сердцов это не то зафарк сердцов у меня нет я его не ношу но я его знаю это я обожаю при первом шик мне показал что это просто возмутительная шляпа что это пахнет тупо каким-то лаком ну вот знаете вот эта тема эмбер экстремовая когда ты не понимаешь вообще что это не парфюм то есть это пахнет как какая-то химозина из крышки как жидкость для снятия или какой-то антисепти антистетик что-то такое антистатик здесь это так но пройдя школу мускусов щержов щержов я начала любить вот такую дичь и вчера я писала в телеге про у меня был снобский пост про чужие шлейфы и тут же через несколько часов после того как его запустила ответ от вселенной я в магазине пошла в магазин пошла за продуктами и вот я уже волочусь за каким-то мужиком потому что он пахнет отвратительные прекрасно и вот этот стык отвратительного прекрасного для меня это узнаваемый почек серджов хотя опять же сижов у меня мерзких нет ароматов то есть мне довольно круглый мамлюк и довольно круглый цейлон больших сижов у меня нет вообще но я знаю александрию например у меня на тоже есть кстати в масле by the way я знаю классику у меня александрия ориенталь в масле но из того что это не моя любимица я сегодня ее ею здесь не трясу тоже очень-очень хороша она из очень стойки очень похожи на оригинальный александрею зафар зафаром здесь не пахнет а подож про мужика то вчерашнюю расскажу и вот я вот верите я замученная женщина с авоськой в магазине пасу чтобы у него спросить чем пахнет потому что это вот такой характерный к серджов вский мускус возможно это то что называется грязными мускусами для меня это скорее чуть-чуть подкисшие что-то то есть это как будто это даже вспотевшие тело это не так то есть это тоже очень по-разному может звучать и это именно на стыке физиологичных неприятных вещей но из-за этого они очень влекут и в итоге когда я поняла что чувак пошел в рабочую зону то есть то ли он бурьерил то ли что-то то есть это был не не глэморс мужик в абсолютно то есть обычно обычный парень в черном пуховике и я понимала что на нем какой-то в как скорее всего разливнуха какая-то но было очень интересно узнать к чему же она относится я его не дождалась он уже стоял с грузчиками разговариваю разговариваю все бог с тобой говоря про вот эти подкисшие характерные довольно пронзительные мускус сержов они очень узнаваемые и если вы знаете днк марки именно их самые злые ароматы то конечно их сложно не считать из пространства ну на мой взгляд такое в других марках я пока не не встречала что касается шайка 493 зафар он гораздо многограннее вот здесь убрано все лишнее то что не зафаре бесит и оставлен только вот этот мускус химозный слегка он химозен потому что напоминает жидкость для снятия лака и аромат чуть-чуть металлический даже не металлический а именно гнилостный такой природный это не гнилость вру все опять вру ферментация ферментировать яблоко которое уже стало коричневым мягким и она лежит на земле или например там лежит дом где-то в кладовке и она уже пахнет неприятно каким образом это прекрасно все в сумме я не знаю продать у меня это нет идеи но я просто обожаю меня смущает что это не стойкая на мне я не знаю сколько нужно политься что пахнуть хотя бы часа три потому что шайки в целом славятся стойкости но для меня он вот на мне он не лежит долго но он классный он такой такой всратый он такой ненормальный и странный и прекрасный потому что это вот только чем так воняет мне надо вот это так как я вчера волочилась за чуваком в перекрестке обожаю его никто его не любит никто его не понимает 1 я святая сердобольная русская баба и вот король моей коллекции король потому что это сейчас у меня в топе и сегодня я с ним наверное нет несколько месяцев он у меня есть пятерки потом еще одной пятерки и я купила полтос который выглядит вот так вот то есть присылается вот такой вот флакон с наклейкой с крыха и в общем это думаю как бы понятно что это колхоз но в целом при цене на маля на мун на найди на promise это в общем арабская коллекция она стоит абсолютно неадекватных денег я так и не добралась до на и в сумме с тех пор как я два месяца назад я начала болеть я как бы оттуда так и не дошла доцу но надо будет все-таки дайте чтобы понюхать оригинальный night с на этом у меня именно новая бриз история была такая я заказала его первый раз при стрелочной не пришло не то я точно поняла что это не то я поняла что это пришла пришел абсолютно другой аромат который не похож не на оригинал не на отзывы не на что то есть просто какая-то была другая вообще все которые мне налили зачем-то я написала разгромный отзыв по алюа и что за ошибки в чем с наклейкой night но очевидно что гололажа как я потом поняла познакомившись с оперой со спира это была она классная но я оперу не сильно люблю но пусть она у меня будет она у меня есть в оригинале маленьком фанфу реки и есть пятерка вот этот под под ошибочным неймингом night малика конечно же не night мать но опера там сделано очень хорошо этот фейк сделал классно он как раз такой ягодно мягкий очень мускусный так он классный если вы любите ароматы фруктовые и выносите такие ягодно типа чернично малиновое что-то такое фруктовое но при этом это не съедобное а вот именно что-то природное и мне пришла короче ошибочная партия какой-то хери налиты я подумала несколько месяцев подумала нет я еще раз закажу и проверю дай бог в этот раз они образуются нальют то что надо так и получилось и мне пришла такая вещь короче резиновая роза запахом именно старого резинового черного шланга если сравнивать резиновые розы вивар дэви от homo elegans например где все-таки резина не такая противная там сделан все-таки женственный такой тонкий элегантный аромат винила и это все звучит просто драматично здесь это прямо вонь роза невероятный зверинец и вот эта резина это просто когда я первый раз пшикнула из пятерки еще я думаю вот так вы вообще без царя в голове вы вы сумасшедшие люди и я усиленно начала разнашивать то есть было понятно что здесь есть чё копать есть над этим нужно просто поработать немножко душой и восприятием и вот я носила 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 я знаю что это очень сильно сложно что это нужно просто продолжать разнашивать я сейчас я вот сейчас сейчас как женский оргазм вот здесь точно будет офигенно вот сейчас чуть-чуть скажите мне куда мне восприятием свои переместиться вот я нашла ту точку я его начала много пшикать на ночь например просто потому что я знаю что это сложная вещь и она очень интересная для восприятия по что все время перемещаешься тушку факты же точно роза блин так это же и резина того же это же и зверь и сегодня с утра я была в очередной раз залита им когда я в 7 утра уже у меня первый выход из дома и я вдруг вот так вот шнурую ботинки уже и так вот вдруг преисполнилось я поняла чем это пахнет это не заявлено в пирамиде night потому что пирамида который апеллирует сплэшбокс она вообще по моему утроза и пачули что ли чуть такое ну какая простота или кожа такое а я вдруг слышу аромат который у меня абсолютно собрал как бы гармонизировала это понимание гармонизировала мое видение этого аромата если вы знаете как пахнет белый перец не черный не розовый а именно белый перец у него есть такой потон кроме специи вот именно ванизмены он немножко похож на анималистичность например нарциссов то есть то ли санинка то ли это ну короче этого какая-то телесная человечинка которая немножко уже неприятная поэтому белый перец он на любителя я естественно любитель и тут я вдруг понимаю что вот эта резина с этой анималикой с этой кожей и с этим зверинцем это вот она это пахнет серединкой белого перца в этом есть также роза ну в общем все вот эти прочие аспекты но сегодня меня просто этот белый перец абсолютно перепрошил поэтому я в общем то и здесь записывает обзор нужно уже сказать как я сильно люблю обожаю в каком я восторге от этого от этого масла уверена что ни один здоровый человек на женщине это вряд ли воспримет только пафманьяки потому что ну наверное человек так не должен пахнуть но наверное это странно когда женщина пахнет резиновым шлангом не знаю я в абсолютном восторге я была в восторге еще два месяца назад но сегодня после белого перца который я там поняла мне абсолютно снесло крышу я хочу снова и снова и снова поливаться я очень рада что я разжилась полтинником потому что это то что я точно буду использовать блин это невероятно круто я честно не знаю оригинал я помню я его нюхала один раз у саши дождь нас с дымки для волос он был красивый но был ли он такой я не помню я помню что он ним не вызывал у меня таких чувств типа о господи это наоборот было вполне себе на мило просто какая-то немаленько приятная комфортная здесь это вырви глаз но это дичайше круто вот наверное я наверное я не очень этично пытаюсь поддержать пиратство наверное в этом есть какая-то ошибка такого свойства как это сказать ну вот вокруг законных всяких вещей идеологического свойства здесь есть какой-то раскосец потому что конечно же я за оригинал и конечно же масляные подделки они конечно же крадут прибыль у казалось бы да у монстров которые выпускают оригиналы но я уверена что люди которые в состоянии себе купить night мали за 152 тысячи рублей сто . по моему да или полтинник я уже не помню ну как бы они бы не пота люди которые покупают вместо этого за там тысячу не помню сколько стоит на 100 тысяч 300 этот как бы то есть не совсем копейки вряд ли не такие оригинал или фэйк оригинала 152 или фэйк за 1500 ну хорошо пусть будет фэйк то есть тут нет нет вопроса выбора тут нет вопроса выбора что пропасть по цене огромная она это касается именно мали во всем остальном ну кса и по и пожалуй за фара да потому что сама удовая линейка сержов тоже к чрезвычайне не бюджетная а что касается джумалонов это вопрос только стойкости и тут я выбираю в пользу стойкости не в пользу того что это оригинал видешевый фэйкш но оригинал тоже не кошмарных денег стоит колям от это вопрос композиции потому что композиционный здесь зверя и странной пугающей кожей кожи на мускусной составляющей побольше чем в таком более женственном оригинале круглым поэтому как бы я знаете что-то вроде как и стыжусь немножко но наверное не стыжусь я так стыжусь я проверяю себя стыжусь или нет не стыжусь то есть не то что я советую покупать дешевые подделки не такой идеи просто мне хотелось поделиться впечатлениями и своим большим чувством благодарности к ароматам которые я нашла вот в такой форме для себя я нашла их прекрасными подписывайтесь на мой телеграм-канал баба с телегой там мы обычно после эфиров тоже что-то обсуждаем не только в комментариях на ютюбе но и в телеге там бывает как почему-то живее и легче общение поэтому туда тоже заходите будем там тоже общаться пока